Сегодня будет обзор недорогих, бюджетных динамических наушников от производителя Сенфер. За звук отвечает один динамический излучатель, 10 мм. Корпуса изготовлены на 3500 принтере, они пластиковые. Впервые ко мне на обзор попали наушники с резьбовым креплением. Оно здесь не совсем резьбовое, дело в том, что провод крепится через 2110, а дополнительное колечко фиксирует его и обеспечивает более надежный контакт. Обо всем по порядку. Технические характеристики, тип наушников, динамические, один динамический излучатель 10 мм, диапазон воспроизводимых частот 5,25x, чувствительность 108 dB, импеданс 32, кабель, плетеный, съемный, 1,2 м, 2110 на резьбе. Корпуса пластик. Свет Black Blue White. Посадка заушная. Знакомая упаковка из твердого картона, в такой же коробке поставляются дешевые наушники данного производителя, Сенфер ТТ-6 Pro и ТД. Коробка простая, но качественная и надежная. Возникла некоторая путаница с описанием, на коробке указан один диапазон частот, тогда как в описании на сайте, совсем другой. Внутри, поролоновая подложка с выемками, чуть ниже коробочка с аксессуарами, провод, насадки, прищепка, комплектация, 1, наушники, 2, плетеный провод, 3, пластиковая прищепка, 4, силиконовые амбушюры, мелкие, средние, большие, 5, гарантийный талон, 6, ликушка. Комплектные амбушюры не впечатлили, наушники сами по себе басовитые, а тут еще и насадки с узким отверстием. Наушники отыгрывают раскаты, грохоты, выдвигают вперед электронный и живой бас. Родные насадки усиливают этот эффект, я бы рекомендовал их заменить. Китайцы докинули стяжку на липучке и простенькую прищепку. Крепить провод к одежде не вижу смысла, микрофонный эффект совсем не выражен. Провод визуально похож на 16-й жильный Nisek 116, такая же оплетка, такая же толщина. Микрофонный эффект отсутствует, провод не склонен к запутыванию, не запоминает форму. У меня нет желания его заменить, меня все устраивает. Штекер прямой, металлический. Штекер и разветвитель выполнены в одном стиле. Есть накатка для удобного извлечения, присутствует защитная вставка из прорезиненного материала. Оплетка за уши фиксируется намертво, первый раз такое вижу. Фиксируется с помощью металлической вставки, оригинально. Но больше всего меня удивил способ крепления кабеля к наушнику. Здесь не самый обычный 2110 коннектор, для надежности, скорее для понтов, производитель добавил резьбовое крепление. Снять это крепление у меня не получилось, оно несъемное. Корпуса изготовлены из пластика. Поверхность глянцевая, скользкая, корпус царапается и постепенно теряет свой товарный вид. Сборка традиционно годная, отсутствуют заусенцы и зазоры. Заявленный цвет не соответствует действительности, внутренняя часть скорее темно-синяя, на фотографиях этого к сожалению не видно. Обращает на себя внимание нестандартная 2110 площадка. Площадка массивная, с разъемом и дополнительной резьбой. Все это уродство будет прикрываться декоративным колечком, звуковод короткий, плоский, отсутствует выступ для фиксации амбушюр. Короткий звуковод позволяет посадить корпуса максимально глубоко. Также радует форма наушника, конструкция продумана до мелочей. Наушники подойдут обладателям маленьких ушей. Звукоизоляция великолепная. Всего у нас два компенсационных отверстия, одно возле звуковода, второе возле разъема 2110. На лицевой панели мы видим необычную текстуру рисунка. Вставка на лицевой панели отличается по цвету от остальной части корпуса. Звук, источники, Meizu Hi-Fi Deck Pro, Tempo Tech Back Deck, Shanling 1005 секунд, Dart Akila Deck, график АЧХ, Moondrop SSP, нейтральные, SNF-RKP520, низкие частоты. Низких частот при правильной глубокой посадке тут с избытком, бас заметно акцентирован и приподнят на фоне средних и высоких. Есть здесь одна особенность, низкие частоты вот самую-самую малость грязноваты. Слышен легкий эффект перегруза, бас не суперскоростной, затухания слегка растянуты во времени. Я поймал себя на мысли, что при таком количестве НЧ, это норма, но нет. Специально сравнивал с басовитыми наушниками за 150 и 200 долларов. В дорогих затычках при том же самом количестве баса, он куда лучше контролируется и не наползает на середину. Данную проблему я частично решил следующим образом, подобрал амбушюры с широким отверстием и воспользовался нейтральным источником звука. Наушники чувствительны к источнику, я бы рекомендовал использовать именно нейтральный источник, чтобы усмирить НЧ, средние частоты. Тут особо сказать нечего, серединка мускулистая и плотная, как в дорогих АМ, всю малину портит заметный провал и не самая лучшая проработка вокала. Различные акустические инструменты звучат слегка приглушенно и отдаляются от слушателя. Наушники больше заточены под различные электронные стили и попсу. Виртуальная сцена весьма глубокая, но вот ширина не впечатляет. Верхние и средние слух не режут, подача комфортная и сглаженная. Высокие, высокие частоты прижаты, отсутствует резь, песок и неприятные пики. В отче сливаются с середины и не тянут на себя одеяло, в итоге получаем однородный, комфортный и приятный звук. Можно слушать любые треки и наслаждаться мягким и более-менее натуральным звучанием. Итог, притемненные наушники с мягким, комфортным, отстраненным звучанием. Из коробки как есть, не понравились, но с подобранными амбушюрами, на нейтральном источнике, раскрылись по-новому. К качеству сборки и к качеству провода нареканий нет. Резьбовое крепление меня не удивило, фишка скорее декоративная. Как-то так. Спасибо за внимание. Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с П-18 правил сайта. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Продолжение следует...